Всем привет дорогие друзья! Сегодня у нас с вами рецепт очень вкусных, очень сочных и невероятно пышных беляшей. Они удивят всю вашу семью, а главное готовятся очень просто и здесь тесто. Давайте начнем. Я буду использовать живые дрожжи. Можно использовать сухие, тогда этот процесс можно упустить. Я влажные эти дрожжи перетираю сахаром. Они становятся жидкими и это очень быстро активирует наши дрожжи и они начнут работать намного быстрее. Затем в эти дрожжи добавляю теплое молоко, либо воду, либо сыворотку. Обязательно теплую. И просеиваю сюда муку. Муку не всю, оставляю где-то грамм 50-70 на подмес. Вдруг она даже не пригодится. Добавляю растительное масло и столовую ложку водки. Она придаст хрустящесть и тесто будет намного лучше с ней подходить. Также возьму щепотку соли, хорошенькую такую. Замешиваем тесто. В этот раз у меня ушло все 500 грамм муки. Иногда уходит чуть-чуть меньше. Смазываем форму, в которой будет подходить наше тесто, растительным маслом. Отправляем в эту форму тесто. Обязательно форму возьмите побольше. Накрываем полотенцем и оставляем желательно в теплом месте, но можно и при комнатной температуре. Тем временем сделаем фарш. Тесто у нас где-то минут 40 будет отстаиваться. В фарш я в этот раз решила добавить еще и томаты. Здесь у меня лук, фарш свиноговяжий. Посолим, поперчим, можно добавить чесночок. В общем, все по вкусу, так как вам нравится. Посмотрите, тесто увеличилось реально раз в пять. Оно очень красивое, очень воздушное и реально бесподобное. Водка реально делает тесто намного более пышным. В тарелочку налила немножечко растительного масла для смазки рук, чтобы удобнее просто было. И буквально капельку подминаю свое тесто. Уже здесь мы его хорошо не перемешиваем, просто подминаем пару раз и начинаем уже с него лепить. Отщипываем кусочек теста, раскатываем его. Можно просто ручками распределить. Я делаю небольшие такие беляши для того, чтобы их было удобно кушать. И лучше, конечно, скушать два. И защипываю в центре все края. Можно сделать их такие с дырочкой. Я делаю вот такие вот сплошные, потому что у меня там томаты, не хочу, чтобы вытекал сок. Придавливаю и распределяю внутри фарш. И получаются вот такие вот очаровательные беляшики. Я не жду, пока они начинают подходить, жарю их сразу. Отправляю в раскаленное масло и на среднем огне жарю до золотистой корочки. Масла должно быть достаточно много для того, чтобы наши беляши прожарились. Кстати, класть на сковородку нужно швом вниз, чтобы этот шов у нас вначале схватился, а потом уже поджарим вторую сторону. Посмотрите, какие красивые беляши у нас получились. Обязательно попробуйте этот рецепт. Не забудьте поставить палец вверх. А с вами был Кекс. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok